Другая связь сказал монтёр и что-то где-то там протёр. У меня всё зафиксировано, никуда она не ходит, да. Короче, у меня как-бы тут ужин. Называется, вообще у меня как-то это, сегодня без супа, поэтому это третий приём пищи за день. На обед, скажем так, у меня были блины. У меня тут есть для наварки с карри, с чёрным тмином, с курицей этими, с голенями. Вилкой наверное всё-таки есть. Да, забыл сказать привет зритель. Сегодня у нас 9.06.20.03. Ну в смысле 2023. В общем у меня тут какая-то специя, фиг знает, потом на монтажке нарисую, если вспомню. Потом карри, специи, чёрный тмин, рис, вода колодежная, соль обычная белая и куриные ножки. По большей части мясо, наверное, кусти там остались. Тут у меня куриное яйцо, с прошлого приезда ещё бывшее, я его сварила на днях. Ну два было, вот одно осталось. Куриное яйцо, потом, значит, салатные листья, укроп, лук. Вот эти три, кроме яйца, это мне соседка угостила. Это вот как раз, помоги человеку, и человек внезапно тебе поможет. Сделай добро кому-нибудь, и добро тебе вернётся. Потом, я не помню, соль я сюда кидала или нет, наверное, посолила ещё. И подсолнечное масло Слободай. В общем, у меня тут салат, и вот ещё такой, как бы, рис. На самом деле, я его уже вкуснула. Потом думаю, блин, можно уже поесть на камеру. Ну и пока я тут прыгала пугом, смотрю, камера, я жена дала ей попитаться. Поставила на аккумулятор штатив на треногу. Вроде высоко. Убрала. Оставила вон, питается вот аккумулятором, но стоит на его штативе. Взяла вон полосетик, чтобы видеть, что я тут это делаю, чтобы у меня было, ну, чтобы понять, что видно меня, и видно, что я ем. На меня это ещё с недавней формы любимый. Хлеб. Забыла, как его. Почему-то Бородинский, Богоявленский на ум приходит, но он Боярский. Так вот, будем считать, что сегодня день доброты. У меня почему-то религи запрещают сходить к деду попросить у его куриц. У него яйца от его куриц. А человек, который обычно меня угощает домашними куриными яйцами, находится слегка в другой области Ярослав... Ну, в общем, я в Ярославской области, а этот человек в какой-то южной области России. Мало соли на абсолиду ещё. Вообще, меня ещё редиской вчера угостили. И опять же салатом. У меня ещё с собой укроп, петруха приведены. Для меня открыли, что если взять редисину, ну, саму редисину, помыть её, соответственно, разрезать пополам, на одну половинку положить сливочного масла, в другую прикрыть, в рот положить, редиска уже не будет такая острая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вчера слишком долго гуляла с великом, печку вовремя не успела уже позапить, ну, полно было. Полно было затопление печки. Сейчас-то у нас 6 часов 11 минут. Я опять чем-то затопила её. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я чё-то думала свалить борщ вместо того, который уже съелся. Думаю, да сварю его утром. А утром подумала, за счёту, ну, я обойдусь я сегодня как-то без супа, вместо суповой жидкости попью этого какого-нибудь чая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня за Маня, как обычно, спрашивает, ну, и зрительница Аня. Чего я взяла в деревню? Я же сюда взяла в этот раз что-то там 6-4 галеней в куринах в упаковке была. Полтора килограмма кузева торга. Добрые сётцы привезли мне потом ещё литр молока. У меня тут пара коробок молока была. Хлеб вот этот он взяла 1,13, ну, 1,5 гето. Я просто два с половиной куска оставалась. Ну, в смысле, две корочки и кусок оставался. В городе я взяла с собой этот хлеб. А ещё вот свежий батон. А белого мне сёстры привезли. Ещё сырочков. Ну, как бы, все вместе собирались шипить, но ещё так как-то не сложилось. А в итоге с сырочками остались все три. Вместо одного. А ещё две игрушки добрая сестиська привезла. И два нефтаринчика. И вот сегодня на завтрак чаю я игрушку съела. Последнюю. Снимаю сюда приволокла один банан. Ну, как-то так получилось, что у меня один банан был. Как бы это подцепить-то. Ну, как бы я изначально хотела съесть ложкой, а салат вилкой. А потом подумала, что можно поесть на камеру. Не, конечно, я могу двумя руками есть. Может, хоть и элитрану иногда я ем правой. Была бы я листка дома, а не на улице. Можно было бы ей тарелочку дать полизать. Что у меня ещё тут было? Я сюда послала банку варенья, когда родственники ездили к чёлам. И баночки с заправками большевыми. Свои бабушки из удара, которые она меня угостила с заправкой. И самопальные. У меня тут ещё было какое-то варенье. Ну, кубрининую сюда приволокла. Ну, как раз, когда блендер браун, который мне подарила подушка. В смысле, отдала. Ну, по сути, подарила. Концепты цитрун сюда тоже приехали ещё до того, как я сюда поехала. По сути, я сюда привезла курицу, творог, хлеб. Вроде всё. А ещё банан. А всё, там это как бы было плюс-минус. А, ну, ещё я сюда приволокла зеленуху. Чтобы тут было, там, укроп, петруху положить, там, суп, салат. И у меня с собой ещё был куриный, ну, на курином бульоне, шип шевелевая. Я их сюда в кастрюльке термос... Кастрюлька типа термоса приволокла. Чисто, чтобы приехать и сразу повязать. А сверху были порезанные, ну, полтора огурчика солёных. Там ещё кусок огурчика солёного остался, а завтра в салат можно фигаснуть. Не знаю, чё это так интересно, но, может, кому-то это особо интересно. Ну, в смысле, почему Аня, это так интересно. Хоть тут нет газа, тут, в этом году, тут есть электрическая плитка, на ней можно приготовить. Теперь подогреть, допустим, суп в духовке, в печке, когда, да, протопилось уже. У нас тут пару дней отключали свет. Начало... А, это укроп. Смотри, укроп. Начало на 2 часа с лишним, а на следующий день на 10 минут. Точнее, на 11. Это вчера. Надеюсь, больше не отключат, пока я тут. Потому что здесь у меня ещё и курица в морозилке. Тут пельмени были. А, я ещё сосисок же с собой привезла, вот чё. Но их уже нету. Какие-то Владимирские стандарты, что ли? А, нет. Или в этот раз были сосиски. Великолубские для детей или чё-то в этом роде. У них состав более-менее вменяемый. Меньше я горечис поешь. Ну, и ещё кунжут, милпасту. Кунжут перетёртый с мёдом. С мёрзжаной. С прошлогодним мёдом. Чаю. Тут закончился зелёный чай. Только порошковый остался. Просто гляну. Не видно ничего стрёмного на окне. Не, вроде ничего не видно. М-м-м, 51%. С учётом, что она ещё и пишет. И сотрудничает по вафле, по блютус с этим самым. С спонсором. Если кто-то всё ещё не в курсе, нет, мы в этом... Ну, в 2017-го года здесь ничего не сажаем. Тут растёт орешники. Ещё одна... М-м-м... Орехи урожая 21-го года. 2021-го года. Да. Я макещёлкала. Нормальные орехи. Вот пишут там, что орешные орехи типа год жизни могут жить, а дальше уже не живут. Очень даже вкусные. Мне даже, мне кажется, вкуснее становятся, чем дедовалые. Калина тут растёт. Слива вся перемёрзла, теперь не растёт. Немножко клубнички, возможно, будет. Малина, надеюсь, будет. Хоть чуть-чуть. Каринка, которая ирга. Ну, в некоторых местах её иргой называют. Я даже не заикаюсь, потому что её каждый год ещё до этого года было так. в последние лет 20. Не успела она ещё созреть. Ещё только появилась. Ещё зелёная. И птицы её скрывали. Смородина-то и другая. Уже старенькие кусты. Я думаю, там от силы по 5 ягод будут. Но я знаю места, где есть и те и другие ягоды. Надеюсь, они в этом году там будут, и я их соберу. Чёрная плотка тут есть, которую арония не называют. И просто красная рябина. Ну, которая просто рябина. Ну, это то, что осталось, это остатка бусулой роскости. Раньше тут и картошку сажали, но всё сажали то, что обычно в садах или в огородах сажают. В этой местности. В моём далёком детстве, когда я совсем мелкая была, дедушка даже тепличка за теперешней пчелиной сарайкой, которая вообще изначально его из мастерка была, беседельное видео с обзором этого дома в прошлого года. Она даже уже на канале должна быть. Что за царайка пчелиная? Короче говоря, он там арбузики выращивал. Ну, кто-то помню, такие совсем маленькие, бери. С интернетом тут как-то напряг. Я вчера в одном месте обнаружила 4G, причём и на том, и на другом номере. Так обрадовалась, думаю, ну, сейчас шор сдалил. Мне нифига. Ну, вроде как показывает 3-4 полоски, а связь такая, будто его в какой-нибудь там где. В другом месте, где в прошлом году было, и чуть-чуть ещё было весной, мне кажется, ну, совсем намёком. Короче, в прошлом году было и позапрошлом году было, в этом году примерно такая же, никакая. На поле ещё весной было через задницу. За Буреным домом тоже как-то ловит только перед Буреным домом у колодца после 9 вечера. Иногда 4G. На перекрёстке, где остановка, неплохой иногда бывает связь. Можно что-то загрузить. Но остаются только плылки. В 18-м году, я помню, хорошие 4G было в сторону поповищей, если... Ну, это, в общем, в сторону овцефермы, за Степанова, Степанова, если лицом к нему стоять. ну, вот так вот. Степанова направо, поповище налево. Там была овцеферма, когда-то, сто лет назад. Ну, смысле, давно. 30 может назад. К моей посуде добавилось ещё посуду. Что-то у меня, кажется, не случилось сегодня её помыть. Короче говоря, там одно время было хорошее 4G. Но тоже уже оно как-то на 19-й год вроде как сдулося. Там H-плюс было, а потом вообще сдулося. Ладно. Сейчас прервусь, пойду чайник-то поставить. Я забыла, поставлю чайник. Вот, снова я тут. Как же так? У пчеловода совершенно нету мёда. То, что родилось, там просто в тарелке совсем чуть-чуть есть. Там вообще вот совсем чуть-чуть. У меня там есть какие-то 2,5 сушки, но они такие слегка. Ну, короче, что-то как-то я ими не прониклась. У меня там ещё есть одна печеньенька с момента, когда ко мне подружка приезжала со своим детём на полдня. Там есть какая-то конфетка и карамельки. Ну, что это? Есть самопальная паста на финиковом сиропе с молотыми семенами тыквы. Есть вот здесь вот этот самопальный шоколад. Я вчера делала какао. В общем, как у меня 6% жирности молоко было, долго играющее домик-деревня. Я взяла в чашку, положила где-то так одну треть вот этого контейнера этого самопального шоколада. Он мягкий, но горький. Ну, в смысле, он горький, ну, мало сладкий такой, тёмный шоколад, короче. Третью в чашку залила горячей, скипевшей водой, вот кипятком. Где-то так на одну треть добавила молока, перемешала, потом ещё водой так это. И вот чашки двери трю и схомячила в итоге. Вот у меня обычный крепный листовой чёрный чай озерки с листьями вручную собранными чёрной смородиной листом и листом лесной землянички. А, это у меня там печка. Я туда поставила воду внутрь. Ну, в смысле это, чтобы грелась вода. Картрулю с водой по ходу дела она уже успевает выкипать. А тут у меня самопальное варенье из кружковника. Единственное, я не помню, это наш кружевник садовый или это меня кружевником угостила в прошлом году подружка и я из него варила потом. Легендарная такая банка. В прошлый месяц когда я сюда приезжала, я её сюда привезла. Думаю, что это, что я взяла не варенье, а баночку заправки от бабушки из выдр. Большевой заправки, на которой до этого варила борщ. Ну, короче говоря, открываю, и всё картошки почистила, то и всё. Думаю, сейчас этот суп замочил. Открываю баночку, она в пакетике, думаю, что же вот такой пакетик, баночка-то такая рибкая, и форма какая-то не та. Ну, смотрю, это варенье крыжовниковое. Перепутала. Ну, тут оно практически полная баночка была. Я тут с середины дня 4 июня. Сегодня у нас 5 июня, практически за 5 дней. Булочка с вареньем с чеем, просто варенье с чеем, творог с вареньем с чеем. Это называется очень бюджетно, когда мало денег. Настолько мало, что даже пришлось подписку премиум на телеграм отключить. Был у меня косарь с чем-то на озон, в счете, который на озон карту не перевести, чтобы потратить, допустим, вне озон. Можно вывести на счет в Сбербанке, допустим. Все это дело идет 10 дней. Сначала 4 с лишним, ну, грубо говоря, 4 суток. Озон обрабатывал мою заявку. Потом мне написал, ой, вы знаете, мы перевели вам деньги. Они к вам придут в субботу, они мне написали. Через 2-3 рабочих дня. Думаю, ну, значит, самое позднее в Скреду. Среда прошла, четверг прошел, денег нет. А я тут до 14-го. Был бы, как бы, меняемый интернет, да, можно было бы написать в чат банка, в том же ВКонтакте. Типа, чуваки, там, деньги должны были мне прийти, куда вы их дели, нахрен. И Озон, типа, ни при чем, и Сбербанк, как бы, ничего не получил. На вчерашний момент, на вчерашний день, точнее. Сегодня вот еще не удавалось проверить интернет. Ну, если словить интернет, чтобы проверить положение. Я так думала, что оно, ну, там, написано было что-то в течение, сначала они мне написали, в течение двух-трех дней, я думаю, ну, до второго, если деньги придут, к концу второго числа, то третьего у меня как раз пишется с карты эти 299 рублей за подписку. Тереги, ни хрена оно не пришло, оно еще так и висело, и оно мне, они мне, ну, приложение, как бы, висит все еще на счету. И они мне при этом пишут, если вы оформили заявку на вывод денег, то больше не задавайте эту заявку, потому что все равно быстрее ничего не сделается. Думаю, и они мне пишут после этого, спустя четверо суток, мы обработали вашу заявку, как вам наша супер, супер быстрая помощь? Я думаю, обалдеть, супер быстрая помощь, вы 4 дня думали? А потом вдруг увидели заявку. И обрабатывала женщина, я могу понять, мужчина об этом, да, дефицит мужчин, все ушли сами знаете куда, в разные стороны. Да и компания как бы не полтора человека у них, я подозреваю. В общем, как обслуживать клиентов на возврат денег за неликвидный товар, так они оптики вверху мы не тут, мы тут вообще это рядом пробегали. зернышко дорезло межмолочными зубами. Там вообще один молочный зуб, а другой немолочный вырос. Частично. В смысле, частично вырос, а не частично немолочный. Полноценный немолочный зуб. между ними такое застреление с километром. В детстве молочные зубы заделывали, значит, какой-то зуб этот. Пломбу ставили. Пломбу поставили, завтра вылетело. Вместо нее залезла малиновая косточка. Все нормально. Такси. О, я тянусь. Просто за камерой стоит чайник. Ну, какой уже чай. Видите, я легко слился. Пахнет вкусно, кстати. Нажму временно, напаял. Ой-ой-ой. Сейчас захомячу варенько и творог у меня будет соленый, потому что, как бы, это, другая баночка с вареньком оказалась. Я сначала думала, что черноплод, ну, черно-смородиного, потом, что может это, как звать-то ее, ежевика из выдр. Потом оказалось, что это клюква, протертая сахаром и, видимо, проваренная. И она слегка забродила. Сверху у нее какой-то непонятный такой этот вид был, что я где-то треть банки фигак, при том, что она наполовину пустая была. Ну, где-то три пятых от банки было варенье, и вот из этих трех пятых я одну треть фигак, ну, выкинула. И по виду оно какое-то стремное было. И я сварила на нем кисель. На крахмале кукурузном. Ну, сначала залила воду, прокипятила, думаю, нормально будет тут сделать кисель. Ну, а что тут это? Ну, с щем-то, в принципе, есть что пить. А творог уже придется не сладенький есть. Я изначально его хотела... У меня тут чесночок растет. Ну, да, вот здесь растет чеснок. Он самосевный, а точнее выродившийся чеснок, который в шестнадцатом году сажали. И он этот перезимовал и так одичал уже. В общем, чесночок растет. Я думала, веточек чесночка мелко порезать его, взять укроп, петруху, лук может перьевой и с солью с немножко кефирчика. На молоке сейчас я привезла большую часть делала кефирчик на закваске подграф. А его форевер как промокод даст вам десять процентов скидки на продукцию бак здрав ссылка в инфобоксе. Ну, кто купит по скидке, мне за это монетка капнет. Я хоть чуть-чуть да заработаю на этом ютуб-канале, блин. Когда больше зрителей вопьет, чего-то хочет, да еще с такими требованиями. А меньшая часть зрителей все-таки поддерживает. А хочется, чтобы побольше зрителей было лояльных. Всем жрать-то хочется. ну так вот, я это сделала кефирчик. Мне там осталось еще на чашку, Что за молоко я использовала, что за молоко мне привезли добрые сестры, можете в телеге глянуть. Там фоточка есть. Можно будет творог залить этим кефирчиком, добавить всю эту зеленуху, соль, перемешать погружным блендером мулинац, который мне подарила на день рождения в каком-то году подписчица летом. Минкстера Москва Бытия. Города Бытия. И будет менее счастье. Его можно даже на черный хлебушек намалоть. Как бутербродик. Слово намазка мне не нравится. Если что. мне в жизни не хватало чая с этим вареньем. Пойду-ка я это замою. Заодно печку чутка проверила и прикрыла. Там как раз уголючки пошли. Ну задвижку задвинула на две трети. Блин, ложка-то липкая. Пальцы-то липкие. Я вчера узнала от соседки с дом, в котором она живет. У нас 58-го года. Ей было пять лет, когда они из Девушкина сюда переехали. Значит, где-то 63-64-го года она здесь живет. Короче, в ее доме жила последняя гражданская жена нашего дела. До нее, видимо, жила, или до нее жила еще какая-то бабулька, а до этого дом был, в общем, ну, контора какая-то. Где были, вели расчеты вот сколько чего, где выросло, в какой деревне, к какому колхозу деревня относится. И вот ее дом оказывается вот по нашу ленинку как раз был крайей. Таяма, которую я года три-четыре назад весной обнаружила, когда с камерой шастала там. Оказалось, это не не подполье там от какого-то дома, а было овощехранилище. А вот Гороховский дом, который напротив овощехранилища и как раз края деревня перед ручьем, он был как раз последним. Но вот его уже давно нет. Те, кто его умудрился по пьянке сжечь, тоже уже отдали богам душу. Ну, короче, для меня было открытие. Я все думала, как тут дома располагались. Потому что то ли 33, то ли 35 домов тут было. Изначально. Но когда она приехала, она мне перечислила дома, мы пальцем пересчитали, 19 домов было. В шоти десятых годах. так говоря с камерой Юля с каметиловаренья. Да, он реально слился. Была микроволновка, можно было залить заварку, в чашку поставить микроволновку. даже не выключая камеру, я все-таки достала этот чайник. Куда тебе поставить-то? Ой. Сегодня две трети дня был черт черти чо. Три раза начинал идти дождик. Так вот, покапал две-три капли. Я собиралась вообще сегодня съездить. Среди дня до двух не явится, но погода такая, что не явились. В смысле к челам. В этот, до Хамина-Степанова. По круговой я еще ни в тот, ни в этот раз не ездила. Хотя мне сказали, что можно ездить. Ну, как в прошлом году в определенные часы. Не супер рано, и не слишком к вечеру. потому что в прямяково все еще два медведя. Товарищи охотники, которые застрелили вместо утки аиста, чего вам не хватает до сих пор укокушать этих медведей, блин. Охотничья зона. Приезжайте, блин, на свою охоту. И вот загнали медведя года три или четыре, четыре, наверное, уже года назад с того места, где он должен был просто обитать, в то место, где грибники иногда сшиваются, дети на великах могут прокатиться, просто люди на великах могут прокатиться. Была тут такая деревня Синева. Я про нее только слышала. А когда в 2010-м что ли ездила самоходом на велике за Кхейна, там был такой поворотик и намек на дорогу. Я еще думала поехать, думаю, охрен знает куда я там. А мне потом родственники сказали, что это как раз дорога была на Осенева. Ну, как я поняла, соседка его уже не застала. Оно шло, как-то я так поняла, по Волге. По берегу Волги. Можно налить водички, обболтать и будет типа компот. Вот, если у вас есть варенье трех-двухлетней давности, есть деревня в шесть домов, в семь домов. Семь домов, плюс два такие уже одно название. И в самой деревне в летний период в худшем случае шесть человек, а зимой трое. до ближайшего магазина километров шесть по дороге, либо четыре-три по полю. И никто уже эту дорогу по полю не знает. Хотя я вчера, когда шла, я поняла, что от деревни по теперешней дорожке до Селюхина и от Селюхи на добрый лук, вот если так идти. Примерно одинаковое расстояние, но мне кажется вот так вот, чуть покороче, как если бы по полю раньше ходили. Ну, километра три максимум. Потому что видно было крайний дом, а сначала меня испугало, я пожалела, что кроме этой камеры и мелкой свою Соньку не взяла с 60-ти кратным увеличением и 300-кратным тоже. а тут только четырехкратное. Ну, не рассчитана на такое эта камера. У нее другие функции, зато других функций дофига всяких. Ну, короче говоря, я на телефоне приблизила и поняла, что это дом. Что он не движется, что это реально дом. И вот эта палка это колокольня. Что, наверное, если по прямой вот так, ну, сначала-то не совсем по прямой, а вот от того места, от двух листков этих рощиц березовых, которые по диагонали через поле упираются в Серехина, если прямо вот так пройти, то, наверное, можно в прилуке впериться. Я все хочу глянуть по карте, как это все выглядит, потому что, мне кажется, наверное, по прямой наверняка можно было чуть поближе пройти. Так вот, если до ближайшего магазина из вашей деревни, которая типа дача летняя. Километр в шесть, чтобы там купить сладенькое или еще что-то, и вы ограничены в финансах, либо транспорте, либо в том и в другом, и, допустим, у вас тоже нет, как у меня газа, только свет, да, и печка. И сейчас еще не сезон всяких таких этих ягод, короче говоря, берите с собой варенье, которое у вас не съелось за зиму. В деревне оно сожрется только так. От безысходности. Вот буду теперь эти сладости есть. Нет, тут есть сахар. Те же карамельки, но уж не буду их тратить. Ну, как это, оставлю. Вдруг все, стой приедут, так схомячут. Ох. Две с половиной пасты у меня тут получается самопальных десертных. Поздравить эту косточку достать из зуба. Что-то, мне кажется, она уже вылезла оттуда. Ладно, зритель, я сожрал с тобой банку варенья. Ну, как банку. Остатки варенья. Я с тобой поел вообще с камерой. Надеюсь, ты тоже пожрал. Мне надо проверять печку, задвигать, и остальные дела делать. В общем, всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, то ссылка в инфобоксе. Если ждете АСМР и вопите, я уже задолбалась ждать, когда уже это АСМР. Ну, поддержите канал, ё-моё. Почему лояльными зрителями в основе являются не любители АСМР? Ну, мало очень любители АСМР являются лояльными зрителями. Ну, там где-то еще будет облачко. Поддержи Лёльку, подпишись на Бусти, бла-бла-бла. Ну, это... Где-то тут мой планшетик. покедово вам. Спасибо за просмотр!